здравствуйте на библейском портале экзогет мы продолжаем беседы о книге бытия в предыдущих мы комментировали первую вторую главу где говорится о сотворении мира сотворение человека о заповеди человеку запрете на вкушение плодов от древа познания добра и зла то есть познание всего значит так можно еще сказать или потому что оппозиция небо и земля или добро и зло могут означать всю совокупность нам случае все совокупность знания так вот человеку который отрекается от бога изменяет ему слушается противника врага божьего все знать невозможно заповедано это будет знанием искаженным знанием которое как бы сообщается от именно сатаны и такой человек жить вечно нет не может это значит обрести человека на вечное мучение на от где царствует дьявол потому бог ограничивает жизнь человека человек становится смертным это конечном счете для человека благо это ограничение его ада на который он сам себе обрек отвергнуть отвергшись от бога человек до грехопадения знал себя таким каким его знал бог бог то есть был чист почах божьих и действительно был чист у него не было каких-то предупреждений против себя самого вкушение от этого запретного плода открыла человеку глаза на его ничтожество то еще видя себя на гимн на готов данном случае признак его немощи грехового на состояние на кота как знак унижения если воспользоваться еврейскими словами человек хотел обрести мудрость арум а увидел на готов и руб то есть очень близкое звучание двух слов и так в этой немощи человек в униженном таком состоянии пытается прятаться от бога это конечно наивно но этот надо сказать очень реально если говорить о нашем поведении когда мы грешим читаем опять 3 главу бытия продолжение того что читали прежде услышали голос господа бога ходящего в раю во время прохлады дня и скрылся адам и жена его от лица господа бога между деревьями рая и возвал господь бог к даму и сказал ему адам где ты мы говорили о том что еврейский текст он передает образы исключительно зримые такие жизненно ощутимые поэтому конечно речь идет о таком антропоморфизм и в отношении бога невидимого который есть дух вездесущий никакого хождения по каким-то садам ногами мы не можем усвоить богу но это вот присутствие там где должен был бы в открытую присутствовать и адам очень выразительно передается таким вот образом присутствие бога в раю в котором адам ищет себе укрытие бог ли может обмануть от бога ли можно спят спрятаться как это пытается сделать адам вместо такого жестокосердного обличения к нагрешившему изменившему предавшему его человеку человек слышит голос бога призыв адам где ты этот призыв человека который не был бы грешен так бы вдохновил от человека стал бы воскликнул вот я господи вместо этого адам прячется и что-то такое сочиняет голос твой я услышал в раю и убоялся потому что я однако и скрылся и сказал бог кто сказал тебе что ты ног и ел ли ты от древа с которого я запретил тебе есть это снова дает господь шанс человек человеку раскается на первый призыв адам вместо того чтобы как-то оправдываться следовало ведь он знал что он согрешил тут же прийти с покаянием на второй вопрос кто тебе сказал не ел ли ты от древа тут же признаться бог все знает и все видел но вместо того у адама попытка оправдания адам сказал жена который ты мне дал она дала мне древо и я еду все конечно кто обращать внимание внимание на эти слова замечают как адам начинает грубо говоря валить вину на жену даже не на жену она бога который ты дал мне она дала дескать я то что же сказал господь бог жене что-то это и сделала быть она тоже человек свободный она тоже образ подобия божья и ева могла бы подойти к богу с покаянием вместо этого тоже попытка оправдания жена сказала змея болестил меня и я ела и сказал господь бог змею за то что ты сделал это проклятый пред всеми скотами и перед всеми зверями полевыми ты будешь ходить на чреве твоим и будешь есть прах во все дни жизни твоей но мы понимаем что не змея как живое существо один из всех гадов которые господь сотворил как тоже и рыб и птиц и зверей и скотов не из меня как животное сотворенные богом виновата грехопадение это существо в которое внедрился сатана потому что действия обращенные к человеку они как и сам человек передаются таким материальным так сказать существе и вот проклятый и вражду положим между тобою и между женою и между семьям твоим и между семьями и она будет поражать тебе в голову а ты будешь жалить его в пяту но она рассказать что вот именно этот этот стих то есть себе твое то есть потомок твой паразит дьявола и называют таким протоевангелем ну вернее сказать предварительным известием о будущем явление того кто воплощенного кто победит змея сатану жене сказал куп ножа и умножу скорбь твою в беременности твоей и в болезни будешь рождать детей и к мужу твоему в лечение твое и он будет господствовать над тобою а там же сказал за что за то что ты послушал голосу жены твоей и ел от древа о котором я заповедовал тебе сказав не ешь от него проклята земля за тебя со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей терния и волчцы произрастет она тебе и будешь питаться полевую травою поте лица твоего будешь есть хлеб доколе не возвращаешься в землю из которой ты взят ибо прах ты и в прах возвратишься и нарек адам имя жене своей его переводе значит жизнь ибо она стала матерью всех живущих и сделал господь бог адаму и жене его одежды кожаные и отдел их и сказал господь бог вот адам стал как один из нас зная добро и зло и теперь как бы не простер он руки свои и не взял также от древа жизни и не вкусил и не стал жить вечно и выстал его господь бог из сада эдемского чтобы возделывать землю из которой он взят и изгнала дамы и поставил его на востоке высады и поставил на востоке высада эдемского херувима и пламенный меч обращающийся чтобы охранять путь к древу жизни и так это изгнание из рая это потери жизни вечной конечно еще эти для человека как ни странно благо потому что жить вечно и в состоянии падшим это хуже всякого другого наказания последствия грехопадения которые тут уже указаны скорбь с которой женщина будет рождать трудности тяготы жизненные подчинение мужу тяготы труда который должен будет понести человек чтобы обеспечивать свою жизнь все это конечном счете та реальность которой люди жили живут и жить будут покуда не произойдет второе пришествие это если к этому к этому отнеслись вот с таким разумением не есть месть какая-то бога за то что человек покусился на божественные свойства это именно естественный результат из изменящество который совершил человек бог человека уважает как свободного как свободное существо как-то не странно вот именно то есть ничего странного нет действия бога даже и в изгнании из рая все должно находить место соответствующие себе жизнь вне бога вне вечности человека и поставила дальнейшая судьба рода человеческого описывается в четвертой главе книги бытия это уже начало как бы сказать другой историю рождается каин первый сын адама и евы рождается все за ним авель и происходит первое убийство вот если человек жил до грехопадения как бессмертная как не знающие никакого стыда так сказать позора существо чистая в очах божьих и угодное богу то жизнь вне бога превращается для человека в ад конкретно вот как описывается преступление каина и был авель пастырь овец а каин был земледелец спустя несколько времени каин принес от плодов земли дар господу и авель также принес от первородных стада своего и от ука их и призрел господь на авеля и на дар его она каина и на дар его не призрел каин сильно огорчился и поникла лица его ну понятно бог принимает не какие-то свои закрома те то или иное добро которые человеком приносит жертву он принимает расположение человека его духовная отзывчивость на бога которые выражены вот таким материальным приношением стало быть с каким-то открытым простым сердцем приступил жертвеннику авель и как с каким-то отчуждением от бога стоял перед ним каин и каин сильно огорчился как сказано и поникло лицо его был уязвлен каина этим реакции так сказать бога тут бы мог каин быть как бы строго облечен за свою робот но бог с таким-то уважительным таким намерением восстановить каин его достоинства к нему обращается и сказал господь бог каину почему ты огорчился и отчего паника в лице твои если делаешь доброе то не поднимешь ли лица а если не делаешь доброго то у дверей грех лежит он влечет тебя к себе вот и господственно над ним где такое поучение любящего воспитателя любящего отца по учению которое может быть мы даже и слышали от своих родителей или учителей которые пытались нас остановить на пол до пути как и чего-то нехорошего и сказал каин авелью брату своему пойдем в поле я когда они были в поле восстал каина авеля брата своего и убил его человека мстит богу он отомстить не может он мстит другому человеку он совершает убийство исключительно реальная картина человек ожесточенный если не раскаивается то ожесточается еще более и только зародившаяся возможность гибели не пресеченная в начале таки доводит до гибели и гибнет гибнет по существу говоря не авель жизнь которого была смертной и вот он умер в эти свои юные лет а гибнет сущности каин который отсекает себя полностью от покаяния и от присутствия перед богом и сказал господь буй каину где авель брату и опять к обращение к каину бога который все знает и знает где авель с тем чтобы дать каину шанс раскаяния он сказал не знаю разве я сторож брату моему похоже на ответ его отца адама грехопадению жена который дал мне она дала я ел не знаю разве сторож брату моему отчуждение отчуждение как тогда адама от евы как бы он одно она другое так и тут это уже не братья это я не стоишь брату своему это ложь которую предпочел каин вместо раскаяния добивает его же самого и сказал господь что ты сделал голос крови брата твоего выпьет ко мне от земли ныне проклятый от земли которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки свои когда ты будешь возделывать землю она не станет более давать силы своей для тебя ты будешь изгнанником и скитальцем на земле посмотрите господь не означает каину казни даже наоборот и сказал кает господу богу наказание мое большое больше нежели снести можно вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли и от лица твоего я скроюсь и буду изгнанником и скитальцем на земле и всякий кто встретится со мною убьет меня но бог не толкает никого на убийство наоборот он запрещает его и сказал ему господь бог зато всякому кто убьет каина отомстится всемиры и сделал господь бог каину знамени чтобы никто встретившись с ним не убил его и пошел каина к лица господня и поселился в земле нот на востоке от эдема ну далее у каина родится сын и ног который строит город его же именем названный у еноха родится и рад у и рада и михаэль у михаэля родились ему фуссалма фуссаля развитие ламех и ламех оказывается тоже убийцы причем убивает двоих и как бы приумножается то зло которое посеяно было каином у ламеха было движены ада и целла и ада родила и овала и он был отец живущих шатрах со стадами имя брату его и увал он был отец всех играющих на гуслих и свирели целла также родила то вулкайна который был к ковачом всех орудий из меди и железа и сестра то вулкайна ноэма так вот с этого момента начинается то что мы сказали быть цивилизация начинается некое сооружение мира уже не богом и не с помощью бога самим человеком о том как вот это вот новый опыт жизни продолжает человек поговорим в следующий раз и сегодня кончаем мы сегодня и предыдущих беседах коснулись первых глав книги бытия о сотворении мира и грехопадения до встречи до следующих встреч внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео и Продолжение следует...